Мы пришли сюда засвидетельствовать о великой любви Божией и долготерпении Его, что Иисус Христос распятый был и воскрес в третий день, и ныне дарует прощение всем, кто придет к Нему с покаянием. Да. Ничего не понял, но очень интересно. Вы из церкви какой-то или просто... Православная церковь, православная, официальная православная. Я понял, но церковь – это хорошо. Это хорошо. Я в церковь хожу иногда. Это время есть. Если у вас будет... Бой, желающий... Знаете, иногда в церковь не хочется ходить, потому что смотришь на все, что происходит вообще в церкви, и тошно становится. Там из церкви рынок делают. Не знаю, я смотрю на то, как... Патриарх Кирилл там ездит на охрененной машине, как у него офигенный телефон там с алмазами. Знаете, и смотрю, как в церкви продают все подряд. И сразу как-то, вот знаете, бога вера есть, а вот в церковь нету. Так, я нахожусь в городе Барнауле, Алтайский край, Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Вас как звать? Меня Чудор зовут. Ну, Теодор, Теодор. Фёдор, да? Это по-русски переводится «божий дар». Я знаю. Я знаю. Так вот, я вам скажу, что там кто-то шумит, мешает нам. Ой, а там далеко, наверное, не знаю, не дойду. Сейчас я закрою дверь. Сейчас. Вот смотрите, я вам скажу интересную вещь. Мне пришлось много вести занятий в университетах, по радио вести программы. И я исключил из лексикона слово «проблема». Совершенно уничтожил его. А как тогда быть? Нерешённый вопрос. Я ставлю такое слово там. И говорят, вот в стране разрушены 31 тысяча сёл. Вот проблема-то. Земля теряется. Я говорю, нет. Она решается. Мы получили статус. И с нуля начали восстанавливать. Лопата. Ничего больше не было. А сейчас трактора, комбайны, два склада, 430 гектаров земли. Деревня. Деревня с нуля. Где кто поселяется, должен доказать, что не лжёт, не пьёт, не курит, не матерится, не ворует. Ни одного аборта, ни одного развода. Это что-то... Вот вопрос. Дети беспризорные, там 3 миллиона. Я говорю, что проблема нет. Этот вопрос надо решать. И Бог, мой Бог, которому я молюсь каждый день, он мне на сердце полагает образовать детский православный лагерь в 1972 году. Я его начальник, 48 лет, бессменный. Тысячи детей подняли без помощи государства. Ни на деревню, нигде, ни рубля мы не получаем. У меня ничего нету. И патриарх, пусть он живёт как умеет, а мы как знаем. У меня велосипед есть, а у него нету. У меня две голубятни, а у него нету. Вот и всё. У него телефон там, можно ограбить его за телефон, а у меня вот оно, всё. Я никому не звоню, потому что у меня денег нету. Но у меня есть то, чего у него нету. У меня вышло из печати 38 томов книг. Мы приняли миссионерскую поездку из Барнаула до Владивостока, Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика, Север Турции. 650 городов. И в каждом городе, селе, районном мы подарили полный комплект моих книг. А один комплект, 38 книг, стоит 750 евро. Сделали подарок на 35 миллионов. Это чего-то стоит? Вопросы решать надо, а не просто так. Люди неграмотные. Неграмотные, а ты сделай грамотный, а как? Я иду и преподаю в университетах. Повторяю, бесплатно. Бесплатно. 13 школ, это не две, не просто так. И три радиопрограммы, одна онлайн каждую неделю для Бога. Знаете, как на душе всегда легко. Я вам... Вот зайдите на наш YouTube-канал, и вы скажете, человеку это невозможно. Это только Бог может сделать. Наш канал самый большой в интернете. Наших роликов там 20 тысяч 430. Наших. У нас все снимают. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Во свете Библии Во свете Библии Игнатий Лапкин. Сейчас. И что? Сейчас посмотрю. Ага, 45 тысяч подписчиков. 600. 5600. Ага, да, вот. Нашел, нашел. Общий просмотр 46 миллионов. Ух ты. Да. И наши ролики с другими не сравнишь. Это ответы, озвученные, которые я в университетах давал. Песнопения на мои стихи положенные. И это Бог делает. Моего там ничего нету. У меня ни на это ни таланта, ни образования нету. А Бог повелел и все сделалось. Вот у меня последние только книги 4, они в интернетной версии сейчас на моем сайте. 4 книги стихов. Каждый том 800 страниц. И вы зайдете и поймете. Таких стихов никогда не было в мировой поэзии. Никогда. Они написаны рукой человека только что. А почему? Бог. Благодатью своей он берет самый немощный сосуд и через него свою милость показывает. А вот если вы зайдете сайт, сайт называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Через гугл. Там все мои книги, фильмы она снятая. То есть жизнь в Боге. А если зайдете в скайп, скайп такая система, Игнатий Лапкин, вы на меня сразу выйдете. Там можно беседовать, я все ресурсы скину. Скайп Игнатий Лапкин. Дело в том, что я не ожидал, что я найду такого человека в чаку-блеске. Дело в том, что это Бог делает. Я себе ничего приписать не могу благодатью своею. Вот мне, я закончил строительный техникум. Ну, из пролетарской семьи. Отец без руки с войны. Десять ребятишек в семье. И направили работать в МВД. Трогорежимный лагерь. Что я там насмотрел? Со мной 21 год, я ничего не знаю толком-то. А у зэков нужно 103 процента, ему будет один день за два считаться. А если 121 процент, ему за один день три дня. И мне надо дать работу. у меня там почти 600 человек. Шесть объектов. Понимаете, что я никакой. А меня Господь подвел. В армию брали, так я был военком, а готов поцеловать. А тогда 4 года в морфлоте служили. Это Бог делает так. И привел меня 23 возраст, 23 года, показал мне на Библию. Моя жизнь мгновенно изменилась. Я работал на корабле. У меня сила с занятий там в высшем мореходном училище. Бог показал пустота все. Я вот иду уже сейчас не один день и не два, а 58 лет. И за это мне пришлось претерпеть и УЗы пять тюрем прошел. И я благодарю Бога. Теперь реабилитирован. Я первую стране издал архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Брал интервью репрессированных. И это все оставляем потомкам. Хорошо. 58 лет, да. У меня отец ваш овесник. Вас как звать-то? Меня Теодор зовут. А, Федор, это вы так, слушайте, вы Божий дар, так вы сохраните этот дар в себе, быть расположенным. Тут половина голая лежат, а вы одеты, видите. Я только сейчас помолился, Господи, ну идут именно такие, а-а-а-а. И вот с вами встреча. Я не ожидал, что я найду какого-нибудь нормального человека в этом чеке, потому что обычно вообще не о чем поговорить с людьми здесь. Здесь, когда ты заходишь, тебя сразу обзывать начинают. Тут половина голая, половина голая, процентов 90 мусульмане. Самое блудливое, самое трусливое все здесь. Ужас. Спасибо вам за беседу, я подпишусь на наш YouTube канал, обязательно посмотрю. Да. Если по Skype зайдете, Skype, по Skype, и там какой-то WhatsApp, а вот если зайдете по Skype, я могу тогда все ресурсы вам скинуть. Вы напомните, скажи, я Федор из Чатрулетки. Ага. Skype, знаете такая система? Ну да, у меня его нету, правда, да. Ну, еще можно, даже, а мой мир, знаете Mail.ru? Mail.ru? Да, почта? Да, почта. Вот Mail.ru, это я там нахожусь, у меня там 24 тысячи фотографий. Ух ты. Фотографии все уникальные просто. Если вы зайдете к нам, вы увидите там песнопение, на мои стихи поются, вам будет очень интересно. Хорошо, зайду. Посмотрю, как вы видите. Зарядите в гугл, это в ютубе зарядите песни Игнатий Лапкин. И у вас там пойдут победа, на день победы, на этот мотив, но слова другие. День победы, день победы. А там будет говориться, Христос воскрес, воистину воскрес. Группа поет. Вы когда увидите наших людей, как они одеты, вы не поверите, что-то в наше время такие люди. Два платка по древнерусскому обычаю, как хиджаб, платья до полу. Там красавицы такие, мужчины вообще. У нас безбородок ни одного нету. Это знак власти моей над женщиной. У нас подкаблучники не в чести. Две мамы в одном доме это многовато. Я понял вас. Ну ладно, Игнатий, был прятен самим пообщаться. Ну все с Богом. С Богом, Федор. Храни тебя Бог. Это дар Божий и любви сохранив в себе. Христос умер за нас, за вас, за всех. Иди в православную церковь. Никаким ретникам не приближайся. Я понял. Церковь православная открыта. Не смотри, как они живут. Они за себя ответят, а ты за себя. Закрой на это глаза. У нас в храме вот, у нас, у нас храм-то построил, у меня брат священник. У нас ни за крещение, ни за что не берется. С тарелкой не ходят. Десятина включена, все остальное бесплатно. У нас нет этого. Нету. Мы как одна семья. Потому что с Богом. Вот недавно бракососочетание было. У старосты сын закончил университет и женился. Так вы когда увидите, как у нас и свадьбы играют, вы не поверите. Ни выпивки нет, ничего. Все верующие, все мужчины, парни с бородами, женщины одеты, ну, как в хиджабе. вот так. Достайте, чтобы в комнате у вас была книга эта. Без нее вам трудно будет. Да. В ней все. Все ответы. До свидания, Петр. До свидания, Игнати, до свидания. Храни Господь. А верующие, значит, вы должны знать, что написано в этой книге. Я не вижу, что там, непонятно. Крест. Вот так. А крест означает, что на нем распят наш спаситель Христос. На третий день воскрес и дарует прощение всем, кто приходит с молитвой к нему, чтобы жили по заповедям его. шли в Святую и Православную Церковь. Что вы все скажете? Это с детства я знаю. Мы что можем? Мы можем с вами поделиться талантами, какие нам Бог дал. Я смотрю, на большая библиотека. Большая. Мы строим православную деревню с нуля, а одна на всю страну, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. А вы пользуетесь современными технологиями, это не противоречит? А как? Вот я нахожусь здесь в чатру летки восьмой месяц, свидетельствую православному о Библии, встречаюсь с мусульманами, по их книге показываю им, что без Христа спасения нет. Но Христос один. Один. А у них там Иса, пророк. Он умер за наши грехи и воскрес. Дарует прощение. Бог один. Бог один, да. Что еще расскажете? Бог один. Они не знают дальше, что Бог один во Святой Троице. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, и Три Суть Едино. А другие народы понятия об этом не имеют. Это высшее откровение от Бога. Иисусу Христу. Я говорю, нет. А как же нет-то? Когда Господь все нам дает, и радость, и солнце, и спасение. Он умер за наши грехи и воскрес. Это высшая радость. Вы только не ругайтесь, смотрите, а то стыдно завтра будет. Кто тебе это сказал? Это нам говорит Дух Святой через Святую Библию. Тебе приснилось это что-то? Они недавно доказывают, а можно что составить. Я говорю, но если ты Перуну молишься, ответа есть? Нет. А я молюсь, у меня ответ от Бога сразу. И в Библии дается пророчество. И Человек-паук тоже есть. И в Библии говорится пророчество. Что будет в этом мире? В комиксах тоже говорят, что Человек-паук есть. Как что есть? Человек-паук в комиксах тоже есть. Я не пойму, что это есть. Где-то не все. Потихоньку. Как не поймешь. Человек-паук в комиксах тоже есть. Ну, человек, что он человек? Он сотворен Богом и должен веровать. Это творец его. Землю дал, солнце, воздух. Да, он спасает всех на земле. Да. Но от грехов никто не избавляет, только Иисус Христос, он умер за наши грехи. Он не... А почему он не избавил ни разу? Он умер и воскрес в третий день. Вот позавчера было воскресе. Кто это сказал? Ну, кто это говорит? Это сама мировая история говорит. Каждая мировая история. Ну, полтора... Два дня назад какой день был? Воскресенье. А вообще, чего он так назван? Потому что так сказали. Потому что... Потому что Ленин воскрес? Или Александр Невский? Христос воскрес? Не доказано. Пасхальное приветствие. Знаете, Христос воскрес. Ликует небо. Ну, не знаю. Вам надо полечиться, наверное. Не надо. Не надо. Я вам расскажу. Не надо, надо. Не надо.